МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Времени. И к нему нужно подготовиться заранее. Итак, начнём. ОГ, русский язык, работа над сочинением 9 и 3. В ходе работы я покажу, чем отличается это сочинение от других сочинений. И проведём работу над этапами и алгоритмом этой работы. Прежде всего, во-первых, сочинение 9 и 3 представляет собой развернутый ответ на вопрос, что это такое. Это рассуждение, объяснение, которое состоит из логически связанных между собой мыслей. Высказывая их, ты приходишь к выводу. Во-вторых, сочинение 9 и 3 отличается от первых двух заданий 9 и 1 и 9 и 2 тем, что в задании 9 и 3 из прочитанного текста ты должен взять один аргумент, а второй аргумент должен быть основан на твоём жизненном опыте. В-третьих, если ты, размышляя над сочинением, выполнишь все эти этапы работы, то всё у тебя получится. Давайте познакомимся с этими этапами. Этапы работы над сочинением 9 и 3. Во-первых, внимательно нужно перечитать исходный текст, который будет дан. Второе, найти ответ на предложенный тебе вопрос, что это такое. Например, будут такие темы. Человечность, доброта, мужество, героизм. Я вам предлагаю заранее подготовить это в папке, чтобы были у вас заготовки к экзамену, чтобы вы не сидели на экзамене и очень долго думали. К этому этапу нужно подготовиться заранее. Третье, сформулируй этот ответ своими словами и запиши его на черновике. Четвёртое, подбери материал для первого аргумента. Найди в тексте примеры, иллюстрирующие данное этическое понятие. Помни, что надо объяснить, как проявляется человечность, доброта или мужество, героизм в конкретном случае. Необходимо обязательно комментировать поступки героев, исходя из предложенного задания. Не забывать указывать номера предложений, на которые ты ссылаешься. Подумай над тем, какой материал ты возьмёшь в качестве второго аргумента. Вспомни, сталкивался ли ты с этим понятием в собственной жизни, в жизни родителей, друзей. Запишите свои воспоминания, но обрати внимание на то, что это должно быть не только пересказ. Друг сказал, он сделал, но и анализ, почему было сделано. Обратись к своим знаниям. Это тоже аргумент, основанный на жизненном опыте. Вспомни о недавно прочитанной книге, о просмотренном фильме, об историческом факте. Конечно же, из жизненного опыта тоже важно, но мне кажется, лучше из читательского опыта. И, конечно же, не забудь о выводе, перечитай всё, то, что написал, и сделай вывод, обобщив написанное. Какова должна быть композиция сочинения? Первый абзац – это толкование этического понятия. В первом абзаце вы пишите, что такое, допустим, доброта. Второй абзац – это аргумент из исходного текста. В первом абзаце, во втором абзаце, вернее, вы работаете с текстом. Находите пример того, понятия, которое вы дали. Третий абзац – это аргумент из жизненного опыта. И четвёртый абзац – вывод. Не забывай, что каждый последующий абзац должен содержать новую информацию. Как начать сочинение? Дать толкование слова. Давайте поработаем со понятием дружба. Что такое дружба? Это бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Ну, допустим, так. Или либо сострадание. Сострадание – это сочувствие, вызываемое несчастьем или бедой другого человека или животного. Сострадание обязательно должно быть действенным, должно проявляться в добрых поступках, в помощи нуждающимся. Или другой, вот это толкование слова, другой пример, другой вариант. Начать с вопроса и ответа на данный вопрос. Как это будет? Что такое человечность? На мой взгляд, человечность – это нравственное качество человека. Люди, обладающие таким качеством, уважают других, сочувствуют им, приходят в помощь в трудную минуту. Это был второй вариант. Обратимся к третьему варианту. Как еще можно начать? Начать с небольшого рассуждения об актуальности и жизненности этого этического понятия. Современный мир, к сожалению, наполнен злобой и агрессией. Поэтому люди должны быть внимательнее и добрее друг к другу. Мне кажется, поэтому человечность, то есть доброжелательное, уважительное и терпимое отношение к людям, так нужна сегодня. Или же можно начать с чего-либо высказывания или комментирования. Что такое сострадание? На этот вопрос очень точно ответил русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. Думаю, человек не может называться человеком, если не способен на добрые поступки, на сочувствие. Что такое человечность? На этот вопрос очень точно ответил немецкий философ Эммануил Кант. Человечность – это способность участвовать в судьбе других людей. Лучше и не скажешь. Что такое доброта? Чтобы ответить на этот вопрос, обращусь к словам Генри Дэвида, который сказал, доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. Действительно, такое качество, как доброта вне времени, оно всегда будет необходимо людям. Так, начало мы продумали. Теперь дальше идем. Как связать вступление и аргументы? Можно связать вступление и аргументацию такими предложениями. Чтобы подтвердить сказанное, проанализируем предложенный текст, и автора называем, и жизненное наблюдение. Или, чтобы доказать свою точку зрения, обращусь к прочитанному тексту и жизненному опыту. Третий вариант. Подтверждение данного объяснения, этического понятия, обратимся к предложенному для анализа тексту и примерам, взятым из жизни. Три варианта. Как ввести сочинение аргумента? Есть несколько вариантов. Пробуй, что тебе больше понравится. Возможно, что ты придумаешь что-то свое. Первый аргумент. В качестве первого аргумента, правильности высказанного тезиса, возьмем предложение. И второй аргумент. В качестве второго аргумента, доказывающего мое мнение о том, что такое доброта, мне хотелось бы привести пример из жизни. Либо аргумент первый. Именно об этом и говорится в прочитанном тексте. Автор рассказывает нам о том, что... Или второй аргумент. Не, или второй аргумент. Размышляя над вопросом, что такое человечность, хочу рассказать о случае из своей жизни. Что такое аргумент, основанный на жизненном опыте? Это обобщение каких-то жизненных фактов. Жизненная история, произошедшая с тобой, или произошедшая с твоим другом, произошедшая с твоими родителями и знакомыми. Второе. Это обращение к прочитанной книге, или обращение к фильму, или обращение к историческим фактам. Возможно, это будет обращение к какому-то интересному, яркому стихотворению. Как завершить сочинение? Вывод надо писать обязательно, используя речевые сигналы завершения работы. Это могут быть различные скрепы. Думаю. Можно так начать. Мы убедились, что человечность – это прежде всего добрые поступки, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Или проанализировав два аргумента, мы пришли к выводу, что надо быть добрее, чтобы мир вокруг нас стал лучше. Либо таким образом, проанализировав два аргумента, мы убедились, что добрые поступки, как та маленькая капля, что точит камень, могут служить делу добра и милосердия. Либо все сказанное убеждает нас в том, что и дальше. Итак, проанализировав два аргумента, мы убедились. Добрые поступки, совершаемые нами, делают мир лучше. Критерии оценивания вы знаете. Самый большой балл – это два. Второй критерий. Если вы привели два примера аргумента, это три. Смысловая цельность. У вас абзацы, речевая связанность и последовательность сочинения – два балла получаете. Композиционная стройность работы – максимальный балл – два. И максимальное количество баллов за сочинение по критериям – это будет девять. Давайте исходный текст мы читать не будем. Обратимся к сочинению. Люди испокон веков воздают славу смелым. Но что же такое смелость? На мой взгляд, смелость – это качество человека, которое заключается в способности подвергнуть свою жизнь опасности ради благополучия окружающих. Смелым обычно называют человека, который совершает подвиг, который без раздумий и беспокойств о себе бросается на помощь нуждающимся. Это было вступление. Примером смелого человека пошел первый аргумент из текста является герой текста Крапивина Володя. С первого взгляда и не подумай, что маленький мальчик, мечтающий о каникулах, может быть настоящим героем. Однако он, не раздумывая, бросается на вурочку своим любимцам, как только сарай с лошадьми оказывается охваченным огнем. Володя резал и разматывал ремни, стараясь ни о чем не думать, только торопил себя. Скорее, скорее! Эти предложения показывают, смелый человек не будет думать о своей выгоде, когда рядом беда, и кому-то нужна его помощь. Второй аргумент. Другим примером смелого человека может служить Данка, герой рассказа Горького, старуха Езергиль. Он повел свой народ сквозь лес, чтобы спасти его от рабства. Однако по пути началась гроза, и лес накрыла кромешная тьма. Тогда люди стали свирепеть и ругать Данка. Данка не сдался. Он чувствовал, что в нем было мужество вести за собой людей, ведь он их любил. Он вырвал свое сердце из груди, чтобы осветить им путь. Этот герой доказывает нам, что смелый человек не ждет благодарности, не думает о своей выгоде. Он готов на самопожертвование ради благополучия тех, кого он любит. Проанализировав два примера, можно сделать вывод. Смелость – это свойство сильного духом человека, лишенного тщеславия, эгоизма и способного на самопожертвование. Итак, мы сегодня просмотрели критерии, просмотрели алгоритм работы. И я думаю, если вы будете больше работать, готовиться, то вы сможете все это сделать успешно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова